Радиостанция Сан-Гейтс Он даже не то, что врач и доктор, он практик, это человек, который у нас постоянно находится в эфире, замечательный Борис Увайдов, автор замечательной книги, которая называется «Как победить рак». Человек, который всей своей жизнью доказал, что не бывает болезней, которые нельзя вылечить. Борис, здравствуйте. Приветствую всем, друзья. Наша сегодняшняя тема – это диабет и, опять же, это болезни цивилизации, такие как и диабет, и рак. Это же все проблемы нашей цивилизации, правильно? Я так понимаю, раньше не было таких болезней, вот в прошлые века, например. То есть они были, но это же было не так ярко выражено, как сейчас. Правда? Как вы считаете? Совершенно верно. Значит, 100 лет тому назад практически сахар появился где-то 120-130 лет тому назад. До этого вообще сахара не было. Десяти тысяч лет люди жили без сахара. Что такое сахар? Это концентрированная глюкоза, которая делается из рафинированной. Значит, все микро-макроэлементы устраняются, остается чистый искусственный сахар, который не предназначила природа для человека. Значит, есть разные типы. Есть перстниковый сахар, есть свекольный сахар. Так вот, отходы от свекольного сахара, где есть все витамины, энзимы и микро-макроэлементы, полностью устраняются. Значит, все полезное, которое нужно для живого организма, устраняется. Остается очень вредная субстанция, которая и дает практически сотни-сотни заболеваний, включая сахарный диабет. Так вот, это отходы называются патока, или же по-английски black strep molasses, который продается. И вот этот black strep molasses в ветеринарии дают лошадям, дают скоту, животным, чтобы они быстро росли и развивались. Значит, человека обкрадывают и обманывают. Например, мои деды, мои прадеды и мои предки вообще не нюхали сахара вообще. Вот так вот. Но, когда стала развиваться эта монополия, миллионы долларов стали внедряться в пропаганду. То есть вы хотите сказать, что без сахара нельзя... Да, что этот коричневый сахар, который все почитают, like organic, что он вреден? Или что-то не так понял. Это в природе. Ну, в природе нет сахара, да? В природе нет сахара. Человек выдумал это по своей глупости и дурости. Вот так вот. Так вот, мой дед, он ел вместо сахара изюм. Значит, десятки тысяч лет. Ведь когда было... Ну, допустим, если есть бог, да? Неужели он так глупый, не создать сладкое, да? Значит, это виноград, это фрукты, это ягоды. И там натуральный сахар со всеми микро-макроэлементами, которые необходимы для живой клетки. Так называемая глюкоза. Правильно? Совершенно верно. Там есть, да, глюкоза, фруктоза, галактоза. Это не имеет значения. Там, где сладость, вот, она должна быть в самом продукте. Да. Любая сладка, которую природа создала, должна быть в самом продукте. Иначе любой сахар, в каком виде, там, вот, бейкери, торты, мороженое, пирожное, это только вредит организму. Ну, вот видите. И для живой клеток, и для крови, и для клеток, это медленная смерть. То есть сахар вообще в любом виде это зло, правильно я понимаю? Да. И где он применяется, тоже это зло. То есть? Значит, что, то есть смотрите, что получается. Если вы, значит, пьете чай с сахаром, да? Да. Так вот, сахар увеличивает концентрацию, ведь клетка, она может быть гипотоничной и гипертоничной. Так. Гипо-гип. И там должно быть специальное онкотическое давление, чтобы питалась клетка через межклеточную жидкость. И когда клетка напитается, получается сгорание, энергия и ненужные вещества должны выделяться в лимфатическую систему. Так. Когда вы берете, допустим, пьете, мало того, что он вытаскивает все, он нарушает баланс каким образом, он вытаскивает все энзимы, минералы и витамины из крови. Сахар? Ого! Я говорю чай с сахаром. Чай с сахаром, да. Почему? Потому что там получается такая концентрация, и когда в крови имеется насыщенный раствор или перлиты, гормоны, да? Питательные частоты, энзимы. Вот сахар, не имея, не имея этих элементов, которые должны быть, да? Допустим, в яблоках, в ягодах. Он вытягивает, как пьяка, все необходимое для человека. Включая меня МНСИ. Так. Это понятно, да? Угу. Значит, далее, далее. Любой сахарный диабет. Было известно, как излечивается сахарный диабет еще в 20-х годах. То же самое и рак. Значит, в 20-30-х годах ученые уже знали причины главные и как их устранить. Угу. Но, но там, как говорится, дядя Сэм сверху, в монофоле, они не заинтересованы, потому что диабет дает колоссальную прибыль. Они, наоборот, хотят распространять диабет. Вот. И таким образом, у меня есть ролик один, который говорит, как излечивается сахарный диабет. Так. Если даже правильно пить и правильно есть, то не надо будет колосса, не надо будет принимать таблетки. Вот. Одним словом, одним правильным питанием можно регулировать сахар в крыльях. Угу. Так вот, смотрите, любой больной с сахарным диабетом, до того, как у него развился диабет, у него всегда будет низкий сахар. Это называется состояние гипогликемии. Как в большинстве случаев врачи просматривают. 90% случаев больной не знает, что у него была гипогликемия, низкий сахар. Угу. И поэтому, вот, для этого нужен специальный тест, который занимает полдня. И этот тест называется глюкостолерант тест. Так. Это кривая сахара, на точках меряется, потом через 2 часа, потом через 3 часа, и когда сахар приходит в норму. Этот тест очень сложный и занимает много времени, потому что врачи этим сейчас не занимаются. Давно уже. Может быть, в 60-х годах уже перестали заниматься. Вот. А русские врачи, так, вот, у нас в России, они делают эти тесты. И здесь в Америке тоже делали, но сейчас это не делается. А это полезный и важный тест, правильно? Это полезный тест. Это полезный, он показывает, насколько неплохо функционируют железы внутренней секреции, включая подживудочную железу. Так. Поэтому, значит, любой больной с сахарным диабетом, это просмотренный вариант. То есть у него была сначала низкий сахар, а потом он поднялся уже и уже не опускается. Это уже болезнь, это запущенная стадия. Значит, сахарный диабет, он может передаваться по наследству. Но я считаю это как предрасположение. Потому что, как бы, больная мать или, допустим, предки могут передавать генов слабость желез внутренней секреты. Вот. Вот возьмем, допустим, кофе, да. Кто пьет кофе, у кого надпочечники лица. Раз надпочечники, значит, и щитовидная железа. Так вот, один из секретов в том, что 90% людей, болеющих с сахарным диабетом, имеют нарушенную функцию щитовидной железы. То есть леза не хватает. То есть включая подживудочную железу. Особенно щитовидную железу. Вот. И это никакие тесты не выявляет. В начальной стадии, допустим, клинические тоже не выявляются до поры до времени. А потом, а потом, когда уже запущенная стадия, тогда уже клиника видна. И идешь к врачу, они говорят, да, у тебя сахарный диабет. Или первый, или второй, и так далее. И никакого лечения нет. Только колодца или какие-то таблетки. До конца жизни. Так а что же делать для того, чтобы вот если человек уже заболел, например, с сахарным диабетом, что бы вот ему вы посоветовали? Потому что у нас много было звонков после нашей последней с вами передачи. И люди звонили и говорили, что очень все это интересно. И хотелось бы вот послушать ваши прямые рекомендации. То есть не тех докторов, которые кто-то деньги лечит, а именно вот человека незаинтересованного, скажем так, в данном случае. И попросили, чтобы вы что-то порекомендовали, рассказали, как же правильно питаться для того, чтобы диабет отступил, чтобы инсулиновая вот эта зависимость, она ушла. Вы знаете, что цивилизация так избавила человека, как сказал профессор Уокер, который жил около 120 лет, человек будет правильно питаться тогда, когда наставишь два дула пистолета. Почему два? Почему два? Один недостаточно. Все равно будет есть неправильно. Его надо подстрахать, чтобы переучиться, как правильно питаться. Потому что пища вареная, это уже наркотик. Кафе – это наркотик, сладкое – это наркотик, мороженое – это наркотик. Все, бейкери – это наркотик. И это какая-то наркомания. Кофе – это наркотик. Да, сто процентов. Кофе – это наркотик. Еще раз про кофе, просто не было связи. Про кофе еще вот вы сказали сейчас, и у вас не было слышно. Значит, кофе – это тоже наркотик, который действует токсично и на кровь, и на нервную систему, и вытаскивает нужные микро-макроэлементы и повреждает надпочечники и щитовидную железу. Плюс еще там, они прохимичивают многие бренды кофе, а это уже не чисто. И там есть такой элемент, называется кофеол. Это кофеол, это и есть раковый элемент. Так вот, все вот эти люди, которые привыкли к куфу и так далее, им тяжело уйти. Они день утра начинают с кухни. Ну да, я такой же. И при этом за них третий день. Вот. Так вот, надо это платить потом за то, что человек пьет кофе постоянно. Другое дело временное. Это как драк, знаете, как лекарство. Да. Почему? Потому что он сначала расширяет сосуды мозга, и человеку хорошо. У него энергия. А потом, когда кончается этот допинг, то энергия падает ниже нормы. И человек находится в депрессии. Вот. И одна из причин депрессии – это кофе. Потому что он нарушает все допинг-секреции. Понимаете? И вот это вот, особенно женщины, у них, они становятся как бы сумасшедшие. Потому что у них кривая сначала идет вверх, а когда падает вниз, это связано с гормонами, то и понижается количество выработки женских гормонов. Как я сказал, 100% влияет на надпочечники очень отрицательно. А это уже гормоны. И это связано с женскими гормонами. Каждая женщина должна знать последствия. Значит, смотрите, для того, чтобы правильно научить человека питаться, потому что самое страшное питание – это в госпитале. Так. Я был в госпитале, и, в общем, наблюдал, и когда отец мой был в больнице, и мать, когда я лежал в больнице, значит, если здоровый человек будет есть больничную пищу, он же болеет. Ого. У меня обязательно будет. 80% выварено. Выварено вовсе. То есть там ничего нет уже питательного. Для организма, для живой клести, нужна живая пища. Насыщенная именно... Так. То есть что вы предлагаете? Не варить пищу? Ну, в общем-то, когда человек рождается, он сыроед. Так. И самое высшее питание – это сыроедение, как животное. Но человека, ну, через столько гипноз можно переучить. Или, допустим, если он, ну, болевой, если он хочет действительно вылечиться, так у меня в России очень много последователей, и они выполняют домашние задания. Да. У них сознание готово. Они понимают, что если они будут дальше так питаться, и пить неправильно, и вести образ жизни, до контакта своих дней будут мучиться и умирать в мучении. Вот когда человек понял, вот тогда я даю информацию. Что надо есть, как надо есть, как надо смешивать пищу, что не есть и что есть. Потому что, ну, русский человек особенно, он ничего не понимает о питании. Ну, конечно. То же самое и американцы. Вот. Поэтому это проблема воспитания. Да, вы правы, абсолютно. Ведь она же не воспитания. Вот. Деревенная женщина тоже отравляет себя. Она же неправильно питается. И уже плод рождается патологично. Так вот, есть вот элементарно, да, вот есть даже углеводистые овощи, углеводистые овощи. Это овощи, которые содержат сахар. И диабетики не знают об этом. Например, морковь имеет сахар. Значит, при диабете нельзя есть морковь, нельзя есть свеклу. Есть, значит, овощи, не содержащие сахар. Это лиственные овощи. Это брокколи. Это любая зелень, петрушка, укроп, базилик. Любая зелень, да? Лук, чеснок, горчица. А вот опять, лук и чеснок. А вот вопрос. Лук и чеснок. Ведь многие ведические практики и в Индии, многие, скажем, религии, они говорят, что чеснок это яд. И лук это тоже яд. И это плохо для организма. Вот что вы скажете про чеснок и лук? Я никогда не считал, что чеснок и яд. Но если ты килограмм съешь, конечно, будет ядом. Любое. Или буханку хлеб съешь, пожалуйста, заклеишь весь кишечник. Да, например. Ну, так говорите. Ну, понимаешь, вот это другая культура цивилизации. И Индия, Китай, Таиланд. Все это другая культура цивилизации. Для них это может быть яд. А для нас это лекарство. То есть чеснок и лук это хорошо, правильно? Конечно. Ты же не будешь килограмм не ехать. Нет, ну там... Вот сейчас вот... Какой зубчик? Одну головку можно каждый день съедать. Ого! Смело, да? То есть можно есть одну головку? Нет, постепенно. Значит, допустим, первая неделя. Пять-шесть зубчиков, а то больше. Вторая неделя, третья неделя уже один зубчик. Но надо меленько накрошить. Не жевать, потому что сразу обождешь слизистую желудку. А запивать водой. Это называется методичный сахар. Значит, в течение месяца уже, уже будет облегчение сахарного берега. Есть и чеснок. Какое лекарство еще? Интересно. И чеснок, и луковый суп, луковый отвар. Значит, каждый, кто просмотрит мой ролик, может освободиться от сахарного берега. Не запущенное. А как найти же ваш ролик, скажите, пожалуйста? Он в Ютубе, правильно? Он в Ютубе. Борис Увайдов в лечении сахарного диабета и все. Как исцеляется с сахарным берегом. Борис Увайдов и сахарным диабетом. Борис Увайдов и сахарным диабетом, правильно? Так, ну-ну, я вас слушаю дальше. И наши уважаемые радиослушатели тоже. Есть такой корень, называется санчок. Так вот, санчок – это прекрасное лекарство от сахарного диабета. А где он растет или продается? Он продается на магазине здоровья в Америке. Называется санчок или джерусалим-артичок. Это одно и то же. Джерусалим-артичок. Там большое количество инсулина. Есть плоские кактусы и алоэ вера – это тоже хорошее лекарство от сахарного диабета. Интересно. Значит, дальше вот эти плоские кактусы, которые продают Джонсону. Я не знаю, у вас в магазинах. Да, у нас тоже. Они от иголок все упирают, но гавы. И это потрясающе. И там имеется инсулин. Естественно, инсулин. В бруссельской капусте тоже есть инсулин. В спарже есть инсулин. Из специй – это кумин и цинамон. Это природный инсулин. Интересно. А вот теперь такой вопрос в публике. Можно ли есть картошку? Ой, хорошая. Можно ли есть гречку? Да? Да. Вот люди говорят, ну конечно можно, там же никакого сахара нет. Можно есть рис. Можно есть овес. Все зерновые после переваривания дают сахар. Вот так. Значит, гречка нельзя, овес нельзя, рис нельзя. Значит, если переваривается рис или гречка, в кровь выделяется 2 столовые ложки сахара. Но это полезно. Это полезно, сахар. Значит, здоровый может есть, а больной диабетом не может. Понятно. Инсулинозависимый, так, инсулиннезависимый, первый и второй, должна быть строгая диета. Но вот эта строгая диета, я бы сказал, монодиета, она, значит, рассчитана где-то до 3 месяцев. И потом я там рассказываю о том, что вот это 3-х разовое питание, через месяц человек переходит на парное молоко и ничего, ничего не ест, кроме парного молока. И козьего или корового. Но натурального, натурального, конечно же. Не того, что продается в магазинах, в пакетах, правильно? Да, да, нет. Я говорю, вот, лучше всего лекарство для диабетика – это парное молоко. И больше ничего не кушать, только вот молоко пить, правильно я понимаю? И можно еще зеленые соки пить. Это огурец, это зеленые листья, это садирей. Вот. Никаких язвок, никаких фруктов. Мед немножко добавляй, немножко. Через месяц. Понятно. И надо ему потеть и делать такие водные процедуры, чтобы он в бане потел и пил патагону. И после бани он должен окунуться в холодную воду. Сразу сахар уходит. После бани распаренный в холодную воду и сахар уходит, да? А куда же он девается? Как это так он уходит? Куда это он уходит? Он нормализовывает. И сахар, он должен трансформироваться как бы в мышцы, и сахар превращается в гликоген, в печень. И это как депо. И когда нужно организму сахар, там вот этот запас гликоген превращается в сахар. Теперь вот смотрите, как природа мудро создала. Поскольку все, как говорится, вот эти продукты, питание, которые сделал человек и добавил сахар, да? Когда он принимает, то кривая сахара поднимается резко. Организм перестраховывается, потому что высокий сахар дает шоковое состояние, и человек может умереть. И низкий очень сахар, тоже шоковое состояние, организм может умереть. Так вот, организм страховывается через гипоталамус, нервную систему. И чтобы не терроризовать быстро сахар в крови, чтобы человек не погиб, он выделяет большее количество инсулина для того, чтобы не терроризовать и сохранить жизнь. И в самом получается из-за того, что завышенный сахар, низкий сахар. То есть, это не предостровлено природой, но природа страхуется, чтобы организм сохранился, не умер. И таким образом получилась большая кривая, и потом низкая депрессия. И низкий сахар. И человек с депрессией. Ему плохо. При этом нарушаются все функции, включая капиллярное кровообращение. Вот если ядва, допустим, какая-то, она не будет переживать. Они имеют импотенцию предевременно, потому что сосуды закрыты. И сахар не усваивают. Вот. Ну, в общем, диабет – это проблема правильного питания и образа жизни. Понимаете, мышления. Ну да. Сначала надо как бы мозги очистить, сознание восстановить, а потом уже диету держать. Потому что так просто человек, который привык неправильно есть, он никак не будет держать эту диету. Никак. А вот вопрос. Вы говорите, что нужно кушать все сырое. То есть не жарить. Хорошо, а как же мясо, как же рыба? Тоже сырое? Значит, рыба, творог можно после того, как вылечится, да? А жареная ни в коем случае. Даже здоровый будет иметь отягощение в желудке. Из-за того, что это будет обжигать сливистую и организм будет переваривать за счет больших усилий, резервных энергетических сил, для того, чтобы переварить жареную печь. То есть тоже природа непредусматренно жарить с маслом. Это очень тяжело переваривать. А если вот в духовке запечь? Лучше будет перевариваться, парить тоже лучше. Но это погибнет все. Все овощи и фрукты, если парить и жарить, все погибает. Но мы же брокколи не можем кушать сырое, она же просто, извините, невкусная. Еще так можно. Конечно, добавьте в процессор. Так. Вот, так как капусту можно есть, брокколи можно есть. Все листья можно есть зеленые. Ну да. Тыкву нельзя есть. Там имеется сахар. И вот эти кабачки тоже нельзя есть, вот эти. А корм в кабачке нельзя. Там сахар есть. Значит, надо исключить все продукты питания, где есть сахар. Понятно. Все каши тоже нельзя есть. Так, а что же тогда кушать? Остается. Рыба, овощи. А рыба сырая, да, вы имеете в виду? Нет, зачем. Можно ее отпечь и варить, допустим. Варить не надо. Можно печь, можно варить. Вот уху сделать. Да, уху, да. Пожалуйста, ящите уху. Хватит вам. Ну да. Овощи, уха. Овощи, рыба. Овощи, там, курица. А мясо, да. Вот про мясо расскажите. То есть, что вот с курицей можно делать, а что не надо делать, например? Ну, допустим, холодец, да, куриный. Можно съесть. Да. Это когда вылечится у этого человека. Понятно. Почему? Потому что мясное тяжело приебаривает. Это нагрузка на желудок и на все железы. У нас же не секрет. Вот. Надо восстанавливать щитовидную железу и надпочечники. Иначе никак не поправится. Ну, а что же делать, чтобы надпочечники и щитовидная железа функционировали так, как это задумала мы от природы, так, как это было изначально? Как же это можно поправить? Да, понимаете, дело в том, что медицина – это искусство, да? Как Зармана сказала. Медицина – это не только наука, но и искусство. Ну, да. Каждый больной болеет по-своему. Ну, свои привычки, свои недостатки, свои генетические патологии, понимаете? Да. И вопрос питания – это вопрос мышления и вопрос психологики. Для того, чтобы восстановить человека от сахарного диабета, нужна хотя бы одна консультация. Ну, да. Потому что, ну, вот смотрите, весь мир соблюдает, что… Но сахарный диабет не лечит, да? Ну, да. Ну, вот. И это уже, это уже в подсознании. И эту занозу надо вытащить. Это в крови, это в душе у человека, это в мозгах. И он не только не может поверить, он не только… Он просто зомбирован на болезнь. То есть, он уверен в том, что его вылечить нельзя. Что инсулин – это искусственно, это единственная, как бы, панацея от беды. Да, значит, ну, простой обувателен, что… Я как-то говорил с одним русским, да, у него был диабет сахарный. Я говорю, если ты надумаешь лечиться, приходи. Мне не столько важны деньги твои. Он богатый человек был. Сколько результатов. Потому что это творческая работа. Ну, да. И мне самому интересно. Он мне говорит, если ты знаешь, как вылечить сахарный диабет, для тебя при жизни золотой памятник надо поставить. Я ему стал немножко объяснять. Смотри, он закрытый, он не может поверить. Ну, как же с ним работать? Ну, вопрос веры. И до сих пор он больной. 20 лет прошло, до сих пор он мучается больной. Наверное, уже умер где-то. Вот. А если бы он поверил, если бы у него был открытый ум, он бы мог быть здоровым. Да. Значит, первый диабет, он не излечивается. Можно помочь, чтобы он был максимум на 50-70%. Потому что там атрофии получаются. Жизнь. А сахарный диабет второй, он излечивается и предупреждает. И тот, и другой предупреждает. Понятно. А вот скажите еще такой вопрос. Вот алкоголь, да? Что бы вы могли сказать по поводу алкоголя? Насколько это вредно? И вредно ли это вообще? Ну, каждый дурак знает, извините, что алкоголь дает зависимость. И алкоголики просто гибнут. Они находятся в состоянии ржавства. И уже их мозг управляется какими-то темными силами. Ну, а если мы не говорим об алкоголиках, если мы говорим о, скажем, разумном употреблении алкоголя, ведь Бог создал алкоголь для чего-то. Вот вино, например, опять же, да, там, или хороший коньяк. То есть я не говорю о дозах, ну, превышающие норму. Я говорю, например, и опять же, существует ли в этом деле норма в алкоголе. То есть мы получили много звонков, когда люди вот спрашивали, хорошо, вот я болен диабетом, человек говорит, но я выпиваю, вот, мне становится плохо после этого, но я вот все равно хочу выпивать. А кто-то говорит, я выпиваю две рюмки в день, и мне замечательно. То есть, вот, как бы вы все это прокомментировали? Я говорю свое мнение, я могу ошибаться. Мы читаем, даже пиво, любая алкоголь, любое, за исключением лекарства, допустим, чеснок на водке, и зеленый орех там делает на водке, как лекарство. На стойке. Это разрешено. На стойке, да. Или прополит, да, на структуре на водке, там в каплях идется. Да. Значит, любая алкоголь, это нагрузка на печень. И я засечал тогда докторскую диссертацию на тему, нет ни одной болезни, хронической или острой, где бы не вовлекала в печень поджелудочное и животное, включая желчный пузырь. Значит, алкоголь разрушает медленную бедность. И дает большую, потому что его надо разложить, алкоголь. Это нагрузка на печень. А печень и так перегружена этими химикатами. Поэтому я считаю, что это все пропаганда. Алкоголь. Так вот, алкоголь привез Петр Пьер. До этого вообще рус не пила. А древние народы, если женщина, значит, пили, алкоголь где-то, ну, 3-3 процента. И то только по празднику. В еврейские времена и воина Христа. Вот. Пили только по празднику. Так вот, вся Россия вообще не пила. До Петера Первого. Так вот, сейчас просто совращает и молодежь и так далее. Ну, это, конечно, я считаю, что это все намеренно. Это все пропаганда. Допустим, красное вино французы пьют. И они такие здоровые и так далее. И они все больные. Работает только психология. Они знают, что красное вино как бы полезно. Как? Ну, пейте виноградный сок. Самое лучшее вино, это вот свежее. Вот, 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 вот сделали только. Вот там и жизненная энергия есть, и все микро-макроэлементы. У меня есть любимая книга «Грэп Кью». Виноградным соком излечиваются практически все болезни. С косточками. И есть, и пить сок. То есть только в Иноградном соке, да? Я даже хочу сделать это поселение в России. Да. В деревне где-то, да? Вот я уезжаю туда, чтобы, во-первых, сделать сеченников. И где-нибудь еще в теплых краях. Там где-то Греция, или же Болгария. Понимаете? Там где солнечный свет, и там где чистый горный воздух, как в Кисловодске. Да. Так вот, чистый виноградный сок, красный сок, да? Красный. Вот. Вот свежий отжитый, и сам виноград, этот сорт, излечивают практически все болезни. То есть просто делать сок и пить вот этот красный виноград, правильно? Еще это верно. Есть еще арбузный сок, тоже излечивает, именно с коркой. Но, конечно, это диабетикам нельзя, пока они болеют, это нельзя. А особенно виноградный сок? Виноградный сок имеет такую силу, да, такую силу, электромагнитную силу. И там имеется силу B17, косточка. Да. После очищения, после очищения организма, человек начинает, вот это есть монобиеза, и там все есть. Все жизненно важные системы, включая даже элементарно белки. Интересно. То есть такая диета... Я эту книжку... Да. Что говорит? Такая диета на виноградном соке, правильно я понимаю? То есть только виноградный сок. Каждые два часа. Виноград ЕА. Сначала там несколько недель, только виноградный сок. Но надо очищаться тоже, там слабительные, разные и так далее. Перемерить надо пульс и давление. Вот. У каждого... И начинается процесс очищения, включаются защитные силы, резервные, да? Вот. И начинает космос, уже космическая сила, работать на восстановление здоровья. То есть через подсознание. Потому что включается вот эта сила, которая идет сверху, и начинает работать на восстановление здоровья. Потому что желудок практически не работает настолько. И когда желудок не работает, вся энергия идет на переваривание ненужных там апокалиевых клеток. Включается процесс аутолизма. И вот эти вирусы, бактерии, паразитики тоже начинают вымирать. Потому что им не будет пищи. Они питаются на слизи, на токсичной слизи. А слизь берется от вареной жареной печи. И от токсичных, прохимиченных продуктов питания. Вот их питание. Вирусы, бактерии, паразитики. Они начинают вымирать, организм начинает возбираживаться. Так а может быть тогда просто посидеть на диете? Вообще ничего, в смысле, не кушать? То есть просто в пост уйти там на недельку? Конечно. А с сахарным диабетом я вот придумал парное молоко. В бане парное молоко. То есть вот человек болен с сахарным диабетом, он должен пить парное молоко и ходить в баню, правильно? Не сразу. Не сразу. Там имеются циклы, да? Надо наблюдать его. Почему? Потому что опасно работать с сахарным диабетиком, потому что кривые могут быть непредсказуемы. Ну да. Резко падает, плохо. И очень поднимается сахар, тоже очень плохо. Надо постоянно наблюдать за ним. Понятно. То есть все-таки вы говорите, что сахарный диабет излечивается, и рак на самом деле излечивается тоже? Во-первых, профилактику надо сделать, да? То есть то предупреждается, и то, и другое. Но для этого надо работать над собой. Для этого надо знать и понимать, зачем все это делать. Не изменишь сознание, не почистишь, как говорится, мозги человека. Ничего не изменится. Потому что это не просто перейти на другое гипситаре. Это не просто. Но это возможно. Сначала правильная информация. Потом вера. А потом поступки и действия. То есть вот вы говорите, что желательно всю пищу употреблять в более или менее сыром виде, чтобы не пострадали микроэлементы, ради которых мы эту пищу и кушаем. Правильно я понимаю? Да. Значит, все энзимы и большинство витаминов погибают при температуре где-то 43 градуса. 120 градусов армии. Значит, эта мертвая пища, она превращается в съесть и дает запоры. И основная 90% превращается в дерьмо. 10% усваивается. Но надо наоборот. 80-90% усваивается. Правильно? Да, конечно. Значит, вареная пища, мы просто привыкли к ней. Но это тоже находят вареная пища. Жареная тоже находят. Да. Вокруг везде вареная и жареная. Малтва вареная считается диетической пищей. Вот я и говорю, самое страшное питание – это больных. Ну да. Вроде. В домах при столе. Да. То, что они считают, наоборот, полезным, на самом деле полезным совсем и не является. Но с другой стороны, курицу уже не съесть сырой, правильно? Ну, я говорю, баланс должен быть, инь-янь энергии должны быть, да. Мы, потому что не каждый организм может быть вегетарианцем. Ну да. Но при члене болезни нужно начинать с вегетарианцем. То есть это переходная диета. Есть личная диета, как соки, да? Есть переходная, а есть укрепляющая диета. На долгие периоды. Ну да. Понятно. Обязательно должны быть пищевые добавки, потому что земля, она сейчас прохимичена, и она не содержит. Что бы вы ни ели, все равно будет не хватать микро-макроэлементов и витаминов. Нужны пищевые добавки. Поэтому нужны пищевые добавки, да. И витамины, и пищевые добавки, да. Но искусственные витамины, это ведь не хорошая витамина. Конечно. Но Бог создал, естественно, в виде трав, корней, цветов. Полно. Ну, то есть шиповник, да, витамин Си. Да. Или черная родина, да, много очень. Или эвкалитовое масло, не эвкалитовое, а лак. Аблепиховое. Ну, полно витаминов. Ну, да. Хурма. Много йода, много витамина А. В яблоках много железа, и косты, и йода очень много. То есть природа, она универсальна, она все создала. Понятно. Ну, что ж, наши уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить вам, что на волне Сангейтс Рэйдио у нас сегодня был замечательный человек, профессор, доктор. И не просто доктор, а человек, который целитель, который умеет исцелять людей, который знает, как это делать, имеет и теорию, и практику, и огромный опыт. С нами сегодня был Борис Увайдов. Борис, огромное вам спасибо за те сокровенные знания, которыми вы с нами делитесь. Наш телефон прямого эфира 847-226-9956. Звоните нам, пожалуйста, и оставляйте свои, пожалуйста, вопросы для доктора и профессора, и человека, который знает, как исцелять любые практически болезни, Бориса Увайдова. Спасибо, Борис, огромное за это замечательное интервью. Будем с вами на связи. Удачи и счастья всем, друзья. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok